Всем доброе утро, рад вас приветствовать. У нас с вами очередные итоги месяца. Мы с вами сегодня будем подводить итоги апреля 2024 года. И сегодня во второй половине нашего вебинара мы обязательно поздравим, отметим заслуги самых активных, эффективных партнеров по итогам апреля. Но начнем мы с вами, опять же, по традиции, с новостей, которые узнаем, что нас ждет. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о событийной линейке, которая нас с вами ожидает. В конце этого спринта у нас с вами большое мероприятие, большое торжество, юбилей. Мы будем отмечать десятилетие компании. И нужно поговорить о том, как мы будем это делать. И это не просто торжество, но еще на это можно сработать. И это будет в контексте нашей событийной линейки, именно в контексте наших мероприятий, череды наших мероприятий. Так, давайте начнем. Значит, самое ближайшее событие, которое нас с вами ожидает, это школа лидера. Это уже совсем скоро, 18-19 мая, Москва. Это мероприятие, это обучение для партнеров в статусе от ключевого менеджера и выше. То есть это обучение для партнеров, у которых уже есть определенный старт, уже есть определенные результаты в бизнесе. То есть у них уже, у этих ребят уже есть команда, уже есть первые результаты. И это, скажем так, первый этап в нашей системе обучения, когда мы начинаем человеку, человека обучать именно не hard skill, а вот именно soft skill, таким мягким навыкам. Это навык создания команд. То есть мы с вами, как правило, все приходим в партнерскую программу для того, чтобы создать свой собственный отдел сбыта. То есть отдел сбыта, который состоит из клиентов, из партнеров, и на продвижение продукта мы бы с вами могли зарабатывать деньги. И основная задача партнерской программы – это вот именно создание своего собственного отдела сбыта. И мы с вами должны понимать, что для того, чтобы создавать отдел сбыта, это работа с людьми, это постоянное взаимодействие с людьми, мотивация, ну и так далее. То есть здесь нужны определенные навыки. То есть это, ну вот как мы уже говорим, soft skill, мягкие навыки. И в основном это навыки такого эмоционального интеллекта. То есть эмоциональный интеллект – это в первую очередь умение понимать себя, умение понимать свои эмоции, отслеживать их, контролировать их. Ну и, соответственно, это умение понимать других людей, их эмоции, управлять этим, взаимодействовать и так далее. И это очень важный такой навык, который нужен не только в бизнесе, но и в принципе в жизни. То есть те люди, у которых очень хорошо развит эмоциональный интеллект, им очень проще жить и проще в жизни добиваться каких-то хороших результатов. И вот в нашей системе обучения такой первый этап, когда мы начинаем уже… То есть у человека есть свои какие-то первые результаты, которые он сделал, как правило, сам, самостоятельно. И уже нужны первые знания для того, чтобы он умел, то есть начинал создавать уже свою команду, как с командой работы и так далее. Дальше есть тоже в нашей системе обучения различные школы, мероприятия для партнеров более высоких статусов. Там уже более такая специальная информация, более глубокая информация. А школа лидера – это вот такая вот основа. И это то мероприятие, на котором нужно обязательно быть. Если у вас сейчас пока нету статуса ключевой менеджера, его можно сделать, есть еще время. Если у вас уже этот статус есть, то тем более вам обязательно нужно быть на этом обучении. Даже если уже были на такой школе, каждая школа, она не похожа на предыдущая. В каждой школе есть какой-то свой собственный контекст, поэтому очень важно быть на этом мероприятии. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что это не просто какое-то обучение, как проводить встречи, как проводить презентации, как общаться с потенциальными клиентами, партнерами и так далее. То есть это уже совершенно другие знания. Это уже развитие лидерских качеств, как быть таким человеком, за которым пошли бы другие люди, как быть таким человеком, который может вести за собой, управлять большой командой. Вот именно такие знания. Вот здесь закладывается, на этой школе закладывается вот этот фундамент таких вот знаний. И чем вообще цена партнерская программа, в чем ее ценность? В том, что на этих обучениях даются очень хорошие знания, которые в жизни очень сильно потом пригождаются, помогают и так далее. Поэтому не рассматривайте это больше как обучение, не столько как обучение бизнесу, то, сколько это обучение эффективным личным коммуникациям вообще в жизни. Вот. Поэтому 18-19 мая Москва, школа лидера, быть нужно обязательно. Так, идем дальше. И после этого, значит, школа в мае. И потом мы с вами постепенно начинаем уже фокусироваться, готовиться к большому мероприятию, к такому циклу мероприятий, которые посвящены нашему торжеству, нашему юбилею. Мы в этом году будем с вами отмечать 10 лет компании, очень большой срок, уже большой такой, большой путь уже проделан, мы прошли. И я думаю, что вы уже видели в официальном канале формат мероприятия. Наша команда организаторов долго думала над форматом. Я думаю, что выбрали самый идеальный, самый лучший формат, 10 лет, я такая френдс-пати. Вот. Потому что за эти 10 лет вот эти бизнес-отношения, они уже переросли в дружеские отношения. И это на самом деле здорово. И плечом к плечу с большим количеством из вас, с большим количеством партнеров, мы прошли вот этот путь, наблюдали за успехами, за жизненными изменениями, изменениями в жизни многих людей. То есть за это время у кого-то кто-то обзавелся семьей, у кого-то появились дети, у кого-то уже за это время появились внуки. Вот. И это на самом деле здорово. Такая вечеринка, то есть формат, в принципе, вот всего торжества, вообще всего, всех мероприятий будет вот именно в таком формате, в френдс-пати. Значит, каким образом мы будем все это дело отмечать? Значит, формат мы немножко поменяли. И сейчас расскажу. Значит, как правило, раньше мы отмечали день рождения компании, вот это летнее мероприятие у нас было в следующем формате. Это было, как правило, два дня. И, значит, один день у нас была такая конференция, она была офлайн. И мы снимали какой-то большой красивый зал, куда приезжали, ну, в основном партнеры, клиенты. И они могли еще пригласить гостей, то есть потенциальных клиентов, потенциальных партнеров. И вот эта конференция, она была в основном отчетная. То есть там выступала администрация компании, выступал топ-менеджмент компании, все директора. И мы давали, как бы, отчет о проделанной работе за последние полгода. И также были выступления каких-то топ-лидеров, как правило, тоже с обучением. Вот. И еще раз, эта конференция, она в основном была как такая отчетная. То есть она не была, то есть не столько рекрутинговая, как отчетная. Вот. И это было в формате офлайн. Как бы, офлайн понятно, что у него есть плюсы, но когда мы вживую увиделись. Но масштаб не такой большой, как мы хотели бы, например, как с онлайном. И вот в этом году мы решили сделать следующим образом. Мы решили вот это отчетное мероприятие, совместить его с нашим лучшим на сегодняшний день рекрутинговым событием. Это UDS Day. То есть мы решили сделать праздничную UDS Day. Значит, еще раз, совместить отчетную конференцию и UDS Day, тот, который мы с вами знаем. Поэтому где-то за 2-3, скорее всего, за 3 недели до дня рождения компании у нас пройдет с вами вот этот праздничный UDS Day. То есть это будет как привычный UDS Day, как мы с вами привыкли, значит, рекрутинговое событие. Ну и плюс там добавится блок от администрации, то есть будут выступать директора, топ-менеджмент компании. Будет обязательно мое выступление. Я тоже приеду, буду выступать. И это будет такое отчетное мероприятие, там, где мы говорим о том, что мы сделали там за последние полгода. Обязательно мы с вами поговорим о том, что нас с вами дальше ждет на стратегии, потому что вот прямо сейчас, то есть нам есть что рассказать, потому что прямо сейчас в компании мы работаем над двумя очень большими направлениями. И это не по поводу продукта, это не какая-то функция в продукте, не какая-то фича, это больше такое организационно-административное направление, там, где, в общем, там, где, ну, то есть сейчас пока не буду об этом говорить, там, где мы с вами очень сильно выиграем, но очень сильно, опять же, увеличится ликвидность нашего продукта. Вот. И об одном направлении мы точно успеем рассказать, точно успеем к UDSD второе, постараемся. И вот там мы будем, еще раз, это будет отчетное от администрации блок отчета и стратегии, там, куда мы смотрим дальше, что мы хотим, то есть такое немножко поведение итогов 10 лет и куда мы смотрим дальше, то есть в следующие 10-летка. Потому что есть сегодня тренды, которые в мире, которые невозможно игнорировать, невозможно пройти мимо них, вот. И вот эти вот все тренды мы тоже в своей работе будем использовать. В общем, вот об этом мы будем говорить. Поэтому вот этот праздничный UDSD, это будет как бы и отчетная конференция, и, значит, и UDSD, то есть это и рекрутинг, то есть туда обязательно нужно будет приглашать потенциальных, значит, партнеров, туда нужно будет приглашать гостей, вот, потому что они смогут как раз-таки администрацию послушать, вот. И это еще и онлайн, то есть таким образом мы сможем, как бы, больше, да, на большую аудиторию выйти. И на большую аудиторию проговорить то, что мы хотим проговорить. Вот, значит, это будет за 2-3, скорее всего, за 3 недели до дня рождения компании. Смотрите за анонсами. И потом через 3 недели мы с вами встречаемся уже в Москве для того, чтобы уже, то есть на само торжество, вот на самом юбилей уже офлайн, и у нас тут тоже будет цикл событий. Значит, 3 августа, это будет суббота, у нас будет обучение для партнеров, для VIP-партнеров. Обучение в отеле «Хаят», это Ленинградский проспект, в Москве. Значит, большой, красивый новый отель, очень хорошие, большие конференц-залы, комфортные. И, значит, берем большой зал, самый большой зал, и будем с вами там обучаться с 10 до 16 часов. Тоже обучение будет, обучение будет в формате, то есть вот все вот эти наши, все вот это наше торжество, оно будет проходить в контексте того, что мы где-то с одной стороны подводим такое, ну, скажем так, говорим о том, что вот за эти 10 лет, то есть мы говорим о той ценности, о том пути, который мы прошли, вот, это с одной стороны. С другой стороны, мы будем говорить о том, куда мы смотрим дальше. Не на полгода, не на год вперед, а вот именно дальше, там, на новое десятилетие. То есть куда бы мы хотели смотреть, куда бы мы хотели двигаться в рамках нашего продукта, в контексте нашего продукта, ну, учитывая те тренды, которые на сегодняшний день в мире есть. И вот, то есть вот это вот все мероприятие, оно будет, то есть мы будем об этом говорить, вот, и в том числе и обучение тоже, которое у нас состоится, оно тоже будет вот в этом контексте. Вот, поэтому там нужно обязательно быть. Затем, в этот же день, 3 августа, в субботу, после обучения, вечером у нас будет такая вечеринка уже для партнеров в статусе директора и выше. Это вечеринка в формате такого светского раута. То есть мы возвращаемся, возвращаем вот этот формат, светский раут. Мы раньше тоже его проводили, в основном зимой, вот. Но вот решили сейчас тоже это сделать. И светский раут, и у него есть еще и тематика. То есть это будет в формате интеллектуальной игры, что, где, когда. Вот, значит, тоже команды, тоже вопросы. Не так, не совсем так, как по телевизору, вот. Но будет, я думаю, будет веселее. Вот. И такой светский раут, это говорит о том, что есть определенный дресс-код, в данном случае Black Tie. И, значит, мы здесь ждем партнера в статусе директор и выше. То есть вот такой вот у нас будет светский раут 3 августа вечером. И на следующий день мы с вами все это за финалем, большой вечеринкой, тоже для партнера в статусе VIP, вечеринка с 6 до 11. Мы тоже берем большой красивый лофт. Это будет новый лофт, не в котором мы были в прошлые разы. Это уже новый, он больше. И он как раз-таки соответствует вот этой нашей тематике, френдс-пати. Значит, и мы с вами соберемся и будем весело проводить время. И эта вечеринка, с одной стороны, это такая, то есть мы с вами поностальгируем, повспоминаем, будет очень много вот этих старых фотографий, то, как мы начинали, что мы делали, с какими мы вызовами встречались, как мы все это дело преодолевали. Такая вот история успеха 10 лет. Вот. С одной стороны, еще раз, это такая ностальгия. По ностальгиям, с другой стороны, будем разговаривать о том, куда мы, в каком направлении там идем дальше, говорить о своих целях, планах и так далее. Вот. Значит, и 4 августа вечеринка. Тоже вся информация по вечеринке по 3-4 августа у нас уже есть в официальных каналах компании. Вот. Такая вот у нас френд-пати. 10 лет, 10-летие компании. И еще раз хочу сказать то, что вот прямо сейчас мы работаем в компании, то есть у нас есть два больших направления. Вот. И вот к вечеринке, к 10-летию мы с одним направлением точно справимся и расскажем. То есть это такие уже большие истории. То есть если раньше, например, мы выходили и рассказывали о каких-то изменениях в продукте, об изменениях в функционале, вот, то сейчас это немножко такие уже другие большие организационные, административные большие изменения. И почему? Потому что мы уже большие, у нас уже такой, мы с вами построили такой корабль, который, такой ледокол, который идет в своем ритме, в своем режиме. И сейчас время уже, ну, таких больших интересных историй. В общем, вот об этом мы будем говорить на... Пока ничего не буду говорить на вот этих мероприятиях, приуроченных 10-летию компании. То есть нам есть, что вам рассказать. Так, с этим ок. И, да, и событийная линейка наша закончится в этом спринте лидерской поездкой. Значит, после того, как мы отметим день рождения, седьмое, там, выдохнем, день два. И лидерская поездка с партнерами тоже статусю директора и выше в Грузию. Седьмое, десятое августа. То есть в основном это лидерская поездка, это как каникулы. То есть там гулять, экскурсии, отдыхать. Вот. Ну и в любом случае, то есть я туда поеду тоже. Мы будем с лидерами общаться дальше. Планы строить на то, как мы будем работать. Здесь следующий спринт, следующий год и вообще в следующее десятилетие. Окей. Значит, седьмое, десятое августа, Грузия. Так. С этим все. Событийная линейка. И нам нужно с вами отметить ребят, которые... заслуги тех партнеров, которые очень активно поработали, эффективно поработали в апреле. Начнем со статуса. Так. У нас в апреле... В апреле был очень хороший месяц, очень результативный месяц. У нас в начале месяца был UDS Day, потом была акция. Понятно, что очень хорошие у нас результаты в этом месяце. Вот. И я хочу поздравить партнеров, начиная с ключевого менеджера, потому что очень большое количество менеджеров, очень большой список, поэтому начнем мы со списка ключевого менеджера. Итак, в апреле мы поздравляем новых ключевых менеджеров, новых партнеров в статусе ключевой менеджер. Георгий Хуртидзе, Сочи, Наталья Юлдашева, Владивосток, Яна Арсланова, Якутск, Индиры Гузеевой, Нальчик, Эльвира Румянцева, Алматы, Антон Баранов, Сочи, Юлия Коробова, Якутск, Андрей Куренков, Рязань, Амик Мхитарян, Сочи, Екатерина Иулан, Тугужековы, Абакан, Надежда и Григорий Таратуев, Якутск, Артур Мелкумян, Калининград, Саргылана Филиппова, Якутск, и Вероника Шакирова-Адлер. Это статус ключевой менеджер. Идем дальше. Статус региональный менеджер в апреле. Сурен и Елена Манукьян, Сочи, Дмитрий Берг, Омск, Дмитрий Головин, Курган, Евгения Чистякова, Сочи, Кристина Гриднева, я надеюсь правильно поставил ударение, Новосибирск и Нарик Карапетян, Сочи. Идем дальше. В апреле у нас появилось три новых директора. Инна Бельская, Ставрополь. Я так понимаю, уже не первый раз. Юлия Коробова, Якутск, и Алексей Петряев, Нижний Новгород. Это статус директора. И в апреле у нас появился новый региональный директор, Олег Зиновьев, Иркутск. Статус регионального директора. Ребята, мы вас поздравляем, вы большие-большие молодцы. Идем дальше. Нам нужно отметить ребят, которые активно работали в расширении своей первой линии по партнерской программе. И понятно, что у нас большое количество людей, которые в этом месяце забрали бонус масштабирования. То есть это когда появилось в команде два новых партнера, в первой линии два новых партнера. Вот. Я хотел бы отметить ребят, которых появилось три партнера и более. В апреле. Начинаем. Три партнера в первую линию в апреле. Людмила Узкого, Пермь. Нинель Черепанова, Домодедва. Эльвира Румянцева, Алматы. Сергей Ипросковья, Ипполитовы, Якутск. Михаил Шестаков, Есентуки. Елена Кондакова, Ижевск. Олег Зиновьев, Иркутск. Антон Баранов, Сочи. И Юлия Коробова, город Якутск. Идем дальше. Четыре новых партнера в первую линию в апреле у Татьяны Алексеевой, город Рыбинск. И абсолютный чемпион семь партнеров в первую линию в течение апреля Наталья Юлдашева, город Владивосток. Мы видим, кто очень хорошо работал на UBSD в этом месяце. Это партнеры. Также нужно нам ответить партнеров, которые активно работали с клиентами. Тоже большое количество, большой список партнеров, у которых появилось два новых клиента в этом месяце. Я хотел бы отметить, начиная с трех. Значит, три клиента. Три клиента в апреле. Сесек Баханова, Улан-Удэ, Юрлан Турабеков, Карл Гашатем, Шимкент, Казахстан, Денис Маламуш, Бишкек, Кыргызстан, Иван Террас, Новокузнецк, Лейсан Сабагинова, Уфа, Рустам Салахудинов, Ускаминогорск и Гульсана Аморова, город Бишкек, Кыргызстан. И абсолютный чемпион Максим Моисеев, Москва, у Максима в этом месяце пять новых клиентов. И тоже традиционная гонка городов. Я беру результаты за спринт, который у нас начался в феврале, получается, февраль, март, апрель, три месяца. Гонка городов у нас выглядит следующим образом. Значит, топ-10 городов по клиентам. На десятом месте Улан-Удэ, девятое Казань, восьмое Самара, седьмое Тюмень, шестое Омск, пятое Пермь, четвертое Санкт-Петербург, третье место город Иркутск, второе место город Москва и первое место город Якутск. И топ-10 городов по партнерской программе. Десятое место Тюмень, девятое Рыбинск, восьмое Калининград, седьмое Пермь, шестой Иркутск, пятое Сочи, четвертое Краснодар, третье место город Омск, второе место город Москва и первое место город Якутск. Якутск у нас в лидерах и там, и там, в том рейтинге, в том рейтинге. Так, и так, ну все, это вся информация по результатам наших партнеров, по результатам апреля. Еще раз скажу, апрель был очень хороший месяц, у нас был UDS Day. Вот, это очень хорошее, очень эффективное мероприятие, рекрутинговое. И еще раз повторюсь, что мы такой же UDS Day повторим в середине июля, приуроченный к дню рождения компании. Причем, я думаю, что эффективность должна вырасти, потому что у нас будет администрация компании, у меня будет выступление, мы будем говорить про нашу стабильность, мы будем говорить про то, что мы, нам уже 10 лет, мы будем говорить про наши успехи, вот, и самое главное, будем говорить о том, что нас впереди ждет. Поэтому с точки зрения рекрутинга, с точки зрения того, чтобы ваш клиент, ваш потенциальный клиент или партнер получил вот эту информацию уже от администрации. И, не знаю, я думаю, что, наверное, очень просто приглашать в компанию новых клиентов, новых партнеров, потому что, ну, компании уже 10 лет, то есть здесь уже не нужно. Причем это 10 лет успеха, то есть не нужно ничего доказывать, еще что-то в чем-то убеждать, как бы вот все результаты налицо. Более того, есть очень интересные новости, которые мы вам готовим, которые будут просто, которые очень окажут очень сильное позитивное влияние вообще в принципе на продукт, на всю компанию, на нас с вами, на партнерское сообщество. Совсем-совсем вот очень скоро. Вот, так что это я говорю про UDS Day, тоже имейте в виду, середина июля, на это UDS Day нужно будет тоже сработать, для того, чтобы у вас были очень-очень хорошие результаты. Так, ну, на этом все. Я желаю вам хорошего, продуктивного мая и до встречи на следующих вебинарах и до встречи на UDS Day и на день рождения компании, на юбилей и торжество, 3-4 августа. Все, спасибо за внимание и хорошего дня. Пока.